приветствую всех любителей бездорожья и сегодня вас 2106 на разных колесах сзади просто огроменные ну посмотрим против хаммера выступает который не сильно подготовлен практически сток с завода но на неплохой так сказать резине посмотрим кто будет круче ну что же давайте начнем с хаммера посмотрим как он что он где проедет где застрянет где завязнет о ничего себе приехали вы смотрите-ка это только начало как говорится у нас прямые мосты и уперся перед ним мостом вон там ну давай посмотрим а банки да кстати говоря у вас 2106 спереди независимая подвеска а сзади идет мост причем передок разблокирован а хаммер полностью 4 на 4 на блокировках но в принципе карабкается пока можно сказать уверенно ничего себе там ямы но мы стараемся все сначала делать максимально аккуратно срывка так сказать можно всегда сделать и уперся передним бампером хватит ли мощности сдвинуть хватило потому что это что это американская мощь да давай 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 и аккуратненько съезжаем сюда передним бампером наверное сейчас зацепит и просто свернет всю землю с травой нужен уже не хватает тяги и так вывернем немного в сторону посмотрим с этого ракурса смотрите-ка практически под углом идет сейчас черканет зеркалом снесет его но нет блин вот это угол вот это завалили хаммер нет 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 хаммер давай все по моему это конец ну что естественно помогли ему прям полностью экскаватором подняли вытащили и дальше он продолжает движение по этой узкой колее где наверное нет нет не цепляет даже зеркалами попробуем вот здесь выехать будет достаточно сложно выворот кстати говоря неплохой у хаммера это шасси ваттеры если кто не помнит давным-давно уже делал его и давай сейчас можно и срывка попробовать если получится но полностью зависли запоминаем эту траекторию где мы ехали на хаммере и как говорится у нас второй трактор получается да чуть-чуть дернули трактором и а уперся опять передним бампером давай ух ты вывернули максимум колесо но далее рывка на третий трактор друзья мы третий трактор да третий трактор помог выехать хаммер уже на правильной траектории повернул колесо и небольшими рывочками вот такими что у него с двигателем не знаю прорывается вперед и выехал ответочка автоваза сколько тюнили тюнили перетюнили это у вас 2106 да скорее всего здесь не 75 лошадей как стоки итак посмотрим-ка давайте сейчас у нас впереди независимая подвеска проскочил вы видали просто вот он минус мостов то что клиренс получается ниже орех а это подник просто и передок получается клиренс очень высокий сзади мост да потом может цепануть но прям уже радует уже радует не зря вложено кучу денег в данный автомобиль но опять подводит передняя разблокировка вот он видите колеса не вращаются но сдвигает также землю не хуже хаммера и где-где-где-где где-то засел старается я не знаю когда-нибудь может быть я заблокирую дифференциал на этом автомобиле но кстати говоря сейчас чтобы шансы были плюс-минус одинаковые да все-таки здесь колеса огроменные задние это 120 120 миллиметров хоть как-то уравнять шансы поэтому сейчас на разблокированном диффе едем впереди итак попробуем здесь повернуть вот просто вы не видели наверное еще вот такие вот разные колеса впереди как говорится сток завода а сзади уже нет и так цепанем или нет зеркалами не хватает мощности а вы говорите тюнинный мотор может быть и правда стоковый 1.6 всего лишь да еще и карбюратор каких годов это шестерка никто не знает кстати говоря мне кажется на инжекторе шестерок так и не было только семерки выходили инжекторные а шестерки мне кажется прекратили производство их но в отличие от хаммера мы просто съехали в эту колею и без проблем промчали зеркала здесь выглядят получше более аэродинамические поэтому эти что-то цепанут то просто пропустят это между собой все вот оно место заезжаем выворот похуже будет да чем у хаммера но что делать блин за один присед даже не получилось кстати говоря спойлер придает прижимную силу на бездорожье здесь же бешеные скорости и ухты вы видали вот так вот уделали американский хаммер без вопросов как по мне шестерка уже проехала лучше обычно чтобы снять какой-то хороший контент самому приходится иногда и попачкаться но чтобы далеко не ездить и найти нормальную грязь всегда летаю на дроне и смотрю что там дальше а то на моем ведре здесь можно реально застрять на дорожной резине а чтобы ехать так далеко и все это было не зря нужно использовать естественно все заряженное полностью поэтому аккумуляторы для автомобилей заряжены и их аппаратуры будут заряжены качественными батарейками от компании фотон а то честно говоря будет обидно катаешь катаешь так шестерку батарейки разрядились и нужно пилить обратно а уж батарейки фотон меня точно не подведут будут работать долго и поэтому я рекомендую вам ставить серию фотон x которая работает еще дольше проверены временем давно пользуюсь уже несколько лет и поэтому рекомендую стандартную аппаратуру как обычно устанавливаем 4 батарейки а так как без аппаратура без экрана то хватает вообще надолго то есть реально я с новой аппаратуры ставлю и просто забываю у вас наверно все еще возникают вопросы какие батарейки использовать ваших аппаратурах или в других электронных устройствах но у меня такого вопроса нету батарейки фотон который сочетает себе цена-качество посмотришь на аналоги понимаешь что смысла переплачивать за аналоги вообще нету а ссылки внизу на эти батарейки я ставлю друзьям и где их приобрести выгодно и быстро так что заходите смотрите и делайте правильный выбор что как обычно кто лучше едет тот едет первый так как он не разрывает никакую колею клиренс выше и не будет сносить препятствия поэтому будет все по-честному ничего себе погрузился я не думал что здесь настолько глубоко и так перепрыгивает просто все палки хотя это для него настоящие бревна пошло погружение ну-ка попробуем сначала просто тупо выехать по прямой без вопросов выезжает по прямой но нам это не интересно мы ищем препятствия посложнее как бы не затопить мотор как вы видите отсутствие шноркеля это не положительно может сказаться на прохождение таких глубоких препятствий и давай-давай-давай-давай ухты переворачивается практически переворачивается уже очень мощный заезд оказался я не думал что настолько сносит переднюю ось потому что не может заднее переднее левое колесо заскочить да зацепа не хватает а это стоковая резина потому что что вы хотели вот так вот даем газку и перескакивает просто просто перескакивает куда ехать давайте по сюда все-таки попробуем повернуть так передним бампером упёрся бампер переднесиловой стоит металлический поэтому если упрется его никуда не снесет не сомнет и будет просто грести так пока не свернет свои карданы ничего себе там просто мотор плюется водой ну кстати говоря неплохое такое охлаждение получается и выезжает дальше хаммер хламмер давай посмотрим на что ты способен где мы ехали не помню вот вам передний мост опять упёрся и ничего себе уже сел на брюхо камер не позорься но хотя в принципе он идет на обычной небольшой резине может я не там свернул кто знает опять трактор уже три трактора было до этого и еще один блин мы оторвали фару ха ха что же дело давай тебя за это вот да короче за переднюю решетку лучше не дергать за вот это вот обвес защитный не знаю как сказать то даже еще и так поехали здесь были какими-то рывками реально что-то с мотором не то просто проезжает и без вопросов выезжает опять же это нам не интересно скучно мы попробуем заехать туда в эту горищу перескочить поперек давай ну мы берем не поперек под небольшим углом и как замечаем вот это не стоковая резина идет лучше чем стоковые шестерки блин но проблема проблема то что задние колеса маленькие и большой получается наклон поэтому так берем срывка хватает нормально затопило салон я не помню где водитель ладно шестерка на тонированной может не видно его там но здесь водители реально нет это первый хаммер в мире на автопилоте для грязи месса и тоже выезжает в принципе я думаю практически одинаково давайте попробуем взять дистанцию по длиннее потому что здесь у нас в основном такие водоемы будут насколько глубокие не знаю ну нормально да выезжаем опять не не ой блин чуть сам не упал опять у нас не вращается переднее колесо из-за разблокированного дифференциала друзья мои так что если вы покупаете какой-то внедорожник где есть блокировки вот эти разблокировки все это не нужно абсолютно любить бездорожье я не знаю кто юзает разблокированные дипы на таком бездорожье зачем они нужны это лишние мороки просто вылетают огроменные брызги из-под колес причем только из одного переднего а ну чуть задней еще и мы зависли на брюхе давай 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 вот смотрите вот работа свободного дифференциала так бы уже бы выехал до цепанулось бы колесо но так как она уперлась она не вращается вращается только лицо которое свободно и все неужели неужели первый трактор в этом мире идет для вас 2106 поехали кое-как выехали ну что давайте с небольшого прыжка наверное сделаем вот с такого что всех обрызгали с такого прыжка сделали и попробуем повернуть да нагреб немного грязи на передний бампер теперь передняя ось стала немного тяжелее и это соответственно обычно плюс и опять у нас дифф дифф дал о себе знать погнали промоемся немного наверное можно даже дать максималочку вот здесь вот порой ничего себе здесь глубоко так как оказалось я не думал что так еще одно получается у нас не супер плотная и такой мягенькая что происходит пробуксовка и небольшое погружение скорее всего и так выезжаем туда выезжаем мы бы пытаемся выехать реально опять не может выехать смотрите-ка не хватает ни зацепа и не гребет опять переднее колесо но так как большие колеса задние то не происходит переворота были выезжает на удивление что друзья давайте сыграем в игру кто за кого болеет все-таки пишите в комментарии за вас 2106 или за хаммер вы выступаете выступаете болеете так как где мы ехали ухты мы забыли где мы ехали и по моему здесь проехали сейчас секунду дайте мне секунду вспомнить да 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 сдаем назад мы поворачивали по моему сюда и так поехали хаммер о без вопросов и а вот оно препятствие где у нас шестерка села на брюхо давайте аккуратно на хаммере посмотрим либо опять за трактором и помогут ли здесь ему блокированные дифы по моему нет просто идет максимальная пробуксовка везде вращается полностью колеса ну что же трактор поехал ничего себе у него вода в парах уже да с трактором конечно выезжать все легко главное чтобы трактор не застрял опаньки небольшой прыжочек никого не обрызгал к счастью это хорошо и так выруливаем сюда но тоже за два присеста по моему шестерка выезжал также и так значит у нас есть фанаты 2106 есть фанаты хаммеров вы написали уже в комментарии за кого болеете но посмотрим кто сегодня победит потому что пока спорная ситуация где-то есть хаммер едет лучше а где-то все-таки шестерка прорывается за счет своих огроменных задних колес и так пытаемся выехать на хаммере смотрите что будет скорее всего он сделать это легко но может перевернуться за счет того что задние колеса здесь маленькие и ах ты не перевернулся он просто тупо не может заехать ну газку дадим ничего себе садиться на брюхо не может не может к сожалению давайте побольше разгона вот так вот и вот так только выдергивается из этой грязи давайте проведем еще один тест попробуем взять вот так вот поперек это как раз тест на передние свесы задние свесы и на мощность вообще и ну да по моему в таком у нас препятствии оба упрутся просто так но мы попробуем сейчас испытать сервоприводы так у них у обоих по моему обычно а нет здесь китайский стоит да все правильно на советской вас 2106 стоит китайский сервопривод и на хаммере стоит сервопривод по моему спектрумовский что ставит 100 киватера сейчас не помню надо смотреть и так ну в принципе смотрите справляется не так тяжело в этой грязи вращать колеса гидроусилителя естественно нету все полный сток ничего себе пошло смотреть смотрите смотрите практически сносит у нас землю не практически а сносит землю давай 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 но нам надо завернуть наверх и так если надо починить то вот пожалуй сейчас самый лучший момент блин ну короче наверх не получается пока никак заехать но за промоем немного нет упирается передним бампером и прям проблемы за того что передний дифф свободный не может заскочить ту гору посмотрим что скажет хаммер давайте вот так попробуем вот смотрите не вращается колесо абсолютно поэтому что рекомендации друзьям рекомендации как обычно всем на 2023-2024-25 год это что на тачке должно быть портальные мосты плюс двухскоростная коробка все вот это самое основное что должно быть в автомобиле для нормального гряземеса не по моему туда не займем мы просто перевернемся ну ладно поехали сразу уже сюда для нормального гряземеса все эти ваши разблокировки блокировки мостов это лишь дополнительные элементы которые потом потребуют вложений ломаются сервоприводы и со всеми вытекающими и так гребет гребет сзади неплохая такая резина китайская на дисках 2,2 дюйма кстати говоря не какие-то там 1,9 а все-таки огроменные блин прорывается и без вопросов выезжает да но резина я эту честно говоря не очень люблю так себе рисунок протектора но для вас 20 на 606 вполне себе ну что ответочка от хаммера давай пробуем полный сток полный сток реальный автомобиль watera не супер знаменитый на самом деле раньше когда-то они выпускали автомобили сейчас по-моему мне кажется даже не выпускают итак уперся передним бампером да это был субербан по-моему watera и ну шасси неплохая а раньше кстати говоря там blazer выходил да неплохо было по тем временам но потом соответственно аксиал и траксос опять всех уделали и все давай пробуем хаммер ты может быть все-таки вырулишь вот за счет блокировки переднего моста выруливают сюда наверх уже приезжает лучше чем шестерка но не хватает вот сейчас как раз сзади огроменных колес 120 поставить грязи местные тогда может быть бы и поднялся бы вверх но сейчас мы тупо садимся на брюхо что нам неинтересно попробуем выехать смотрите как полностью прям такой дрифт пошел выезжаем на нужную нам траекторию чтобы преодолеть вот эту водные препятствия кстати говоря хаммер тоже у нас без шноркеля идет и погружать его глубоко тоже такое себе мотор по моему не стоковый здесь уже стоит мне кажется я уже менял но рекомендую кстати рекомендация еще естественно это bk-система на автомобиль чтобы не мучиться вот в таких вот препятствиях потому что двигатель клинит здесь просто без вопросов bk-система портал и двухскоростная коробка и вы король бездорожья ну что же тоже выезжает и проезжает даже на своем коллекторном моторе после того как я покатаю я уже вижу места где можно тачки немного помыть это вот такие вот чистые лужи пока я здесь еще не гряземесил поэтому можно будет их без вопросов помыть перерывах между гряземесом естественно можно нет не можно можно нужно я бы сказал перекусить причем вкусно перекусить и полезно всем приятного аппетита в общем как видите здесь оказалось очень много грязи даже на сегодняшних внедорожниках всю я ее просто не объездил на самом деле на каких-то вот моторы подводят на bk-системе здесь можно через все грязи местные участки рвать но на коллекторе конечно не очень вот до сюда даже не дошел грязь тоже там впечатляет хотя больше люблю конечно когда грязь меньше лужи а больше мясистый такой здесь все-таки получается такая больше лужевая грязь пусть есть немного подсохнуть ей надо и тогда она будет наверное получше хотя трава мешает трава укрепляет всю эту землю и грязь получается не та которую хочешь мы ее здесь нужно месить 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 на больших машинах и тогда она уже нормально станет ну либо на квадриках ну что сейчас наверное будет жестко потому что здесь очень глубоко моторы будут вклинивать но давайте посмотрим погружение погрузится задний спойлер или нет вот в чем вопрос и не не погрузился не настолько глубоко насколько я думал но настолько тяжело насколько я думал попробуем сейчас выехать вот сюда вот поперек опять же к ли и что маловероятно потому что жестерка просто стремится к перевороту у хаммера наверное здесь вообще будет мало шансов ну смотрите реально глубоко прям пол машины тонет там без вопросов и давай 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 попробуем с небольшого рывка нет мотор плюется грязью просто автоматом как я говорил охлаждается потому что здесь им тяжело сегодня достаточно жарковато и давай-давай-давай-давай ох ты мощности не хватает а поставить бк-систему кстати говоря никто не знает наверное что это за шасси друзья мои это самоделка самодельное шасси на ней раньше стояла niva да классная тачка была на пневме если помните niva вообще знаменитая здесь стояла которая была на всех видов тупо всех видах колес этого мира вот так вот но шестерка смотрите неплохо тоже едет и не может выехать да сожалению никак мы сюда не выезжаем посмотрим что скажет хаммер про этот выезд но тоже маловероятно хотя может быть как раз у него вот было больше шансов в этом как помните там проехал сейчас на перерод наверное там такую колею что хаммер просто утонет ухты пошло сужение неужели итак пошли боком вот они аэродинамические зеркала у которых грязь просто мимо проходит и даже мощной задней резины не хватает чтобы нормально выехать она просто а все у нас опять уперлась переднее правое колесо теперь не вращается а левая соответственно вращается вот так вот проехали наверное у хаммер будет меньше шансов у него просто тупо квадратные зеркала и может зацепиться так что просто не выйдет нет ни в какую ну что же шестерка неплохо себя показала и промчала ухты блин засели смотрите-ка не хватило даже здесь вот высоты переднего моста поэтому мы что берем немного в бок и проезжаем хаммер хаммер давай не подведи юэсэй юэсэй давай пошпарил естественно мы несемся не на полном газу ухты какая пробуксовочка пошла неплохая да тяжело на таких маленьких колесах смотрите смотрите да заметили разницу либо шестерка перерыла так что ему там реально тяжело ну что же пытаемся выехать итак неплохо неплохо ухты даже оголилась переднее правое колесо в отличие от шестерки которая не могла их затем вот она вот она вы видали ну что я не знаю сейчас дам попыточку конечно срывка а вот все нормально сам выехал ничего себе давай погнали мощности не хватает слабоват мотор друзья мои пишите в комментариях какой мотор здесь стоит на камере h2 на настоящем что-то прям не тянет я не знаю я конечно на двухбаночном гоняю от и все а нет не все еще я думал почти приехали реально почти приехали потому что мотор уже клинивает но мы не можем сюда выехать поэтому давайте выезжаем на ту траекторию где ехала шестерка дальше блин вот в этом плане хаммер конечно сейчас получше да 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 поставьте ему 120 колеса так вообще будет просто зверь дорог так вам не перевернуться какие-то провода торчат не знаю на это нормально это для американской машины это все топ провода непонятные торчащие ничего страшного как говорится и так поехали вот на препятствие где мы пойдем боком и цеплять зеркалами нет мы не цепляем зеркалами потому что он выше он реально выше чем шестерка и просто взял промчал налегке ху 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 а давай здесь промчишь и не также уселся естественно у него вообще мост сносит еще больше грязи берем другую траекторию давайте принесемся на скорость чуть промоемся здесь глубоковато ничего себе промыться решил еле-еле справляется хаммер наверное точно не проедет прямо идет по дну но не особо уверенно конечно вращаем колесами вправо влево чтобы пробираться идем на полном газу приемник работает кстати удивительно аппаратура держит связь под водой и выезжает прям слушайте тяжеловато мотору пришлось реально поднапрячься как бы не вклинил но ладно а кстати говоря смотрите вот чтобы таких случаях не вклинивал двигатель ставьте bk-систему ссылку на моторы и регуляторы на bk-систему бюджетную для трофе я внизу под роликом ставлю вот реально работают очень долго и не подводили еще итак хаммер что мы ждем от американской машины что российская грязь поглотит ее блин по накатанный что ли идет вы смотрите к просто очень легко проехал либо зацепу резины покруче это кстати говоря очень хорошая резина для копейки имеет очень хороший протектор друзья мои ссылки внизу есть на эту резину это бюджетная китайская резина 96 по моему миллиметров диаметре которая хорошо гребет грязи я реально очень доволен и прям доволен тем что китайцы сделали такую бюджетную и хорошо проходимую резину прям красавчики ну что друзья как считаете кто сегодня все лучше было на бездорожье да у шестерки были шансы в некоторых препятствиях но за счет свободного дифференциала она не могла проехать хаммер тоже ехал неплохо за счет наверное хорошей резины но поставьте сюда большую резину ну грязи местную но не не влезет в арки тогда вообще попрет просто будь здоров да но полные блокировки дают конечно о себе знать вот если думаете что все таки шестерка победила пишите друзьям комментарии если думаете что только хаммер и все валит по бездорожью тоже пишите в комменты может я не прав и мне показалось что оба принципе ехали плюс-минус одинаково где-то у одного были шансы где-то у другого но в принципе то бездорожье было нелегкое да для обоих тяжеловато и глубоковато так что друзья мои смотрите делайте правильный выбор выбор автомобилей смотрите мои другие сравнительные тесты чтобы не ошибиться в своем выборе ссылочки все внизу найдете пока